Ребят, хочу представиться. Меня зовут Яна Бельская. Я в компании «Девь в месяцах», закрытое звание директора. В данный момент я хочу провести тренинг на тему «Ваши мозги, ваш уровень, ваши обязанности». Тема внутри меня зрела, на самом деле, последний месяц. Я постоянно блокнот добавляла какие-то свои фразы, убирала. Вся эта тема посвящена моей команде и моим наблюдениям за ростом моей команды. Ранее, когда кто-то говорил, когда я только пришла в компанию, мне говорили, вот этот человек, у него мозги на 3% еще, он не готов к росту. Честно, когда мне говорили такие фразы, что у него мозги на 3%, и он не готов к росту, я не понимала, что это значит. И только вот спустя сейчас, там 8-9 месяцев, работа до меня доходит. И я уже спокойно на директорских планерах могу сказать, что этот человек у меня не растет. Не потому что команда его не растет, а потому что его мозги здесь не растут. Итак, вернусь к теме моего тренинга, да, «Ваши мозги, ваш уровень, ваши обязанности». Если говорить о начальном уровне, это 0%, то здесь очень важно понимать, что самое главное – это принятие решений. То есть когда вы начинаете работать здесь, да, вы принимаете решение, вы ознакомливаетесь с маркетинг-планом, с планом успеха, и вы принимаете решение работать здесь или нет. Вот даже если говорить о личной жизни, да, когда мы выбираем с публика жизни себе, мы же видим, что у него есть определенные недостатки, да, то есть он воспитан в чужой семье, по чужому уставу, но у нас внутри есть ощущение, готовы мы с этими пунктиками отрицательно намириться или нет. Готовы говорить «люблю», да, и идти с ним рука об руку до конца дней своей? Или все-таки эти вот пунктики, чужой устав, нас, ну, не сможем мы себе позволить себе с таким человеком жить, да, с таким недостатком? Здесь все то же самое. Вы выбираете компанию, сетевую компанию, в которой вы будете идти до конца дней своей рука об руку. У любой компании есть свои минусы и есть свои плюсы. Вопрос, а что для вас важнее, эти плюсы или эти минусы? В компании Айфлэн тоже есть свои минусы, но я принимаю их, потому что плюсы в этой компании гораздо превышают все маленькие-маленькие нюансы. Это единственная компания для меня, которая позволит сделать мою жизнь яркой, которая позволит мне путешествовать, которая позволит мне быть с моей семьей. Я приняла решение развиваться с этой компанией на уровне ноля процентов. Я изучила все, что я могла изучить о компании и стартовала. Итак, на уровне трех процентов, да, что нужно делать на уровне трех процентов? Когда мы изучаем вот маркетинг-план, многие к нам приходят, не маркетинг-план, да, план успеха и находят себя в зависимости от амбиций, никто себя не видит на уровне трех, шести, девяти процентах через год, да. Все себя видят, если амбиции хромают, там, где-то директором. Если амбиции получат, золотым директором. Если амбиции уже в норме, то там, бриллиантовым директором. То есть все, приходя в компанию, они видят себя в высшем уровне директора. Никто не видит себя на уровне 3% через год. Но, начиная работать, вы ведете себя так, как будто вы останетесь до конца дней своих трех процентов. Не прокатит, ребят. Ну, не прокатит. Нужно расти мозгами. Итак, на уровне трех процентов вы приняли решение, вы развиваетесь в компании. Самое важное для вас – это рекрутировать. Самое важное – это рекрутировать, это задавать вопросы. От того, как быстро вы будете развиваться, зависит количество вопросов, которые вы задаете спонсору. Если вы не задаете вопроса спонсору, либо вы слишком умный, и вы сольетесь, либо вы уже слились. То есть в любом случае вопросов, их должно быть много. Чем больше вы погружаетесь в работу, тем больше вопросов. Суть трех процентного уровня – это вопросы. Достать вопросы. Рекрутинг – вопросы. И здесь суть трех процентного уровня – это стартовая программа. Вот реально, ребят, нужно участвовать в стартовой программе. Когда компания платит при выходе на 22% 20 тысяч в каталог, да, ни у кого не возникает вопрос, за что платит компания. Но когда вам компания предлагает сделать товарооборот 100 баллов, и вы за это получите набор стоимостью 1799 рублей за 199 рублей, да, полторы тысячи – чистая выгода, вы еще сомневаетесь, брать этот набор или нет. Вам компания дает полторы тысячи, бери, выгода твоя, а вы еще сомневаетесь. Ну, ребят, ну, сомневаетесь? Как дальше вам компания будет платить 20, 30, 150 тысяч, если даже на начальных уровнях вы не готовы взять стартовую программу? Ребят, уровень 3%, вы приняли решение, компания говорит вам, есть подарки. Берите, берите стартовую программу. И еще уровень 3% – это чаты. Мне многие мои партнеры, партнеры говорят, что я не буду в чате, я не буду в чате, пока у меня нет там новичков. Для чего мне быть в чатах, если у меня нет таких моих новичков? Ребят, честно, я никого никогда не переубеждаю. Но, значит, ты еще не принял решение развиваться в компании, если ты не хочешь быть в чатах. Потому что чаты – это наш офис, это наша работа. И это такое вот требование – будь в чатах, отвечай всем. И когда ты бываешь в чатах, когда ты активен в чатах, ты перевариваешь через себя всю информацию, которую тебе дают, ты реально начинаешь расти. Вот, уверяю вас, у вас нет в чатах, ваши новички появятся, вы, типа, будете в чатах, но вы снова, вас там не будет, да. Нельзя с таким мышлением, что только когда появятся мои новички, я появлюсь в чатах, а вырастет. Нельзя, ребят. Ну, нельзя. Чаты – это наш офис. Чаты – это на нас, все верно. Чаты – это наш офис. Будьте добры. Итак, шагаем, растем до уровня 6%. Вот здесь растем, да. Что такое здесь 6%? Еще, да, сделаю такое маленькое отступление. Я условно называю уровнем 3, 6, 9%, да, потому что за счет спонсорской ветки, если вам спонсор подшаманит, да, вы можете быть на 22%, но мозгами вы быть на уровне 3%. Я говорю условно ваше состояние, и ваша вторая ветка будет расти так, потому что, ну, ваши мозги здесь, и ваши партнеры на тех же уровнях будут. Итак, про 6% очень важно здесь рекрутинг организовать, то есть если в 3% мы тыкались, там, пытались, у нас не каждый день регистрация, то для 6% будьте добры одну регу в день притаскивать. Если по теплому рынку, то, ну, хотя бы раз, два, три дня. Но по холодному рынку отдайте одну регу в день. Здесь обязательно на 6% нужно делать ЛТО. Вот, без ЛТО на 6% можно, ребят, выйти на 6% за счет команды. Можно. Но я скажу, что никогда ваша ветка не вырастет, если вы не начали делать ЛТО. Ну, там многие мне говорят, Ян, ну, партнеры же не знают, что я ЛТО не делаю. Какая разница моим партнерам, что я не делаю ЛТО? Да большая, ребят, очень большая. Они вас публицируют, они пришли за вами. И если вы допускаете себе мысли не сделать ЛТО, когда-то они допустят мысли и не сделают ЛТО, ваша ветка не вырастет. Вы можете быть на уровне 22%, ваша ветка не будет выше, чем 6%, потому что вы сами не научились делать ЛТО. Заметьте, вы не получите доходы, если не научитесь делать простые вещи. Вы приняли решение на 0% быть в компании. Вы знаете, что условия компании ЛТО? Так будьте добры сделать, научиться ЛТО. Тяжело? Да если бы все было так просто, ребят, то о чем речь? Сетевого маркетинга умер. Здесь есть сложности, но для ищущего выход находится. И сопровождение. На уровне 6% нужно уже включать чуть-чуть голову, да, и начинать сопровождать партнеров. Следующий уровень, вот следующий уровень у меня, это вот краеугольный такой уровень 9%, да, он условно 9%, опять же, да, условно. У кого-то больше, у кого-то меньше, но это уровень, когда ты над пропастью стоишь. Это уровень, либо ты полетишь, как ракета, дальше, либо ты полетишь в пропасть. Почему именно 9%? Почему я об этом говорю? Да потому что на уровень 9%, даже без спонсорской ветки, можно выйти путем личных регистраций. Под напрочь, если можно выйти путем личных регистраций. Но если ты не сможешь научить своих партнеров рекрутировать, ты не выйдешь на уровень 12%. Ты не сможешь на себе тащить команду, если ты не научился сопровождать своих людей. Вот поэтому на 9% личными регистрациями там, да, люди выходят. Но с 9% чаще всего и соскакивает. Потому что одно дело ты сама делаешь, а другое дело рассказать, обучить, донести, делать это другим. И здесь тоже еще один тоже краеугольный момент, да, вроде бы казалось, ты делаешь все, да, ты все делаешь, ты обучила людей делать, но у тебя пошел вал вопросов. Громадные вопросы снова и снова и снова и снова и снова вопросы от партнеров, что у тебя не остается времени рекрутировать. И на 9% многие прекращают лично рекрутировать. Это еще одна ошибка вот этого уровня, что мы от количества вопросов наших партнеров прекращаем рекрутировать сами. Это тоже зависание на уровне, потом это разочарование и это медленный спуск вниз. Да, Лен, конечно, запись будет, я поставила, спасибо, не на них. То есть вот 9% вот, первая ошибка, да, почему застреваем на 9%? Потому что не умеем обучать людей, да, не умеем обучать людей. И вторая ошибка, это мы бросаем рекрутировать. Вот если хоть какая-то нюанса вы допускаете на 9%, я скажу вам, рано. Рано, ребят, рано бросать рекрутировать на 9%. Не будет ваша расти команда, а представьте себе, вы нашли партнера, ну, вам кажется, что вы нашли партнера, вы складываетесь в него, вы его обучаете, а это оказывается лже-партнер, он уходит, и вы на 6%. Потому что вы рекрутинг упустили и поставили ставку не на того человека. В 9% вы еще не понимаете, с вами ключевая команда или просто ЛТОшники. Поэтому рекрутина отпускать ни в коем случае здесь нельзя. Здесь нужно и успевать обучать партнеров, и, собственно, рекрутинг. Понятно, почему я надеваю этот уровень, да, уровень над пропастью. Потому что, честно, после этого уровня, либо люди под топотом капот, да, уйдут, либо они полетят дальше. Вот здесь только от человека уходит. И когда вот у меня человек, я вижу, подходит к этому уровню, мне интересно. Честно, интересно. Я ни одного партнера просто прошла уже, да, на этом уровне. Мне интересно наблюдать. Вот правда интересно, ребят. Обратите внимание, у кого есть такие ситуации, кто вырастет уже. Итак, следующий уровень. Здесь я бы даже два бы уровня объединила. Почему? Потому что здесь уже в мозгах появляется уверенность. Здесь уже появляется свобода. Здесь уже осанка у вас другая. Потому что вы видите, система работает. Вы уже расправили крылья. Вы уже практически, директор вам не хватает чуть-чуть, да, всего лишь до директора. И вы готовы чудить там, я не знаю. Но есть косяки. Вы не готовы к этому уровню, если вы... Вот честно, я в Крыму две недели была, да, и я не закрывала каталог. Я хотела посмотреть, как моя команда закроет каталог. И вот в этом уровне очень важно умение закрывать каталог. Очень важно умение закрывать каталог. Что это значит? Это значит поздравлять ребят с тем, что мы закрыли каталог. Быть до последней минуты в чатах. Потому что это самое ответственное, что есть в нашей работе. Это закрытие и открытие каталога. От того, как вы умеете закрывать каталог, зависит, куда полетит ваша команда. Если вы проигнорировали закрытие каталога, если вы позволили себе в этот момент отдыхать на шашлыках, и мне были с командой. Каждую минуту этого момента ваша команда расцеплится ребят. Здесь вот и есть позиция, готовность вашей шагать к директорскому уровню, либо не шагать, либо зависеть на этом уровне надолго, пока не придет осознание, что закрывать каталог нужно бомбово. Что закрывать каталог нужно поздравлялки, кричать об этом. Не знаю, в любви команде признаваться. Я вот всю команду свою люблю. Вот. И это важно. А вот здесь вот как раз, когда мой партнер 9% поздравил свою команду, я была чуть-чуть шокирована. Я вижу, что человек готов к росту. На 12% готов. Потому что он делает функцию человеку уже 12%. Здесь очень важно еще вот на этих уровнях, да, планирование. Но если на уровне 9% мы выставляем планы лично на себя, да, то вот на уровне 12-15% нужно смотреть, как команда выставляет планы, команда на сколько, обсуждать с ними выставление планов до планерки, да, и только потом выставлять свой личный план. Вот здесь это очень важно. Потому что если уровень 9%, как я сказала, что легко выйти одному самому, своими личными регистрациями, то 12-15% это, конечно же, командная работа. И здесь очень важно как раз смотреть, какие амбиции, какие планы у вашей команды, чтобы потом оценить и поставить планирование на себя. Ребята, это очень важно, да, то есть мы уже не думаем о себе, мы думаем о команде. И вот когда есть вот это осознание, осознание того, что у вас команда, а не вы один, вы готовы расти дальше, к следующему уровню, да. Я бы еще хотела подчеркнуть, вот я почему-то пропустила уровень 3-6%, да, это очень важно еще посещать планерки. Когда вы посещаете планерки, для меня это такой знак, что вы готовы впитывать информацию. Наш бизнес подразумевает свободный график работы, да, но свобода, свободе рознь. Есть определенные моменты, которые позволяют судить, готовы ли вы развиваться командой. Так вот посещение планерки – это готовность ваша развиваться командой. И если вы не приучите себя с самых маленьких уровней посещать планерку, ваша готовность развиваться с командой на нуле. Планерка, как ни одно другое событие, позволяет доносить информацию четко и ясно, которая позволяет, когда человек берет слово, микрофон, да, по тону, по тембру голоса посмотреть настроение человека. Переписьки, простите меня, это одно, а общение голосом – это другое. Вот планерку обязательно нужно посещать, обязательно, с уровня 3%. Итак, едем дальше. О, мой любимый уровень. Уровень 18%. О, ребят, вот мы все научились, нам сказали, да, в свое время лидеры, что не нужно делать репостов ВКонтакте. Лен, у нас планерки раз в неделю, то есть это абсолютно нормально – посетить планерку. Итак, уровень 18%. Когда нам сказали, что не нужно делать репосты ВКонтакте, мы перестали, да, от наших вышесостоящих – не нужно, потому что если мы делаем репост себе на странице, то уйдут, скорее всего, регистрации туда вверх. Не нужно этого делать. Ну, не нужно. Мы это правило все выучили, по крайней мере, в моей команде, не делаем репосты. Но мы в наших чатах, мы создаем свои отдельные чаты, вот мои лидеры, они создают свои отдельные чаты и начинают туда репостить замечания лидеров, других лидеров, Джамили, там Даши. Да я не сомневаюсь, Даша, Джамиля, они давно уже признанные лидеры, но если ты создала свой личный чат, свои личные ветки, то будь добра давать личные мысли своей команде. Все понимают, что это значит? То есть вы не... Да, репосты некоторые нужны, а в важных событиях все нормально. Но когда ваш чат – это один сплошной репост, перерепост, а репостом погоняет, да зачем мне такой чат, ценность такого чата? Задумайтесь. Когда вы на уровень 18% выходите, ваш чат должен быть вашими мыслями, должен быть, подчеркиваю, ваши мысли в чате, ваши новые идеи, ваши мысли, ваши бурления в чате, а не мысли мои, Джамили, Даши, и там Оли Куку, Оли, да, и так далее. Ни в коем случае. Это ваш микро-чат. Сделайте его вашим. Команда хочет лидера видеть. Вы для них видят. Вот. И на уровне 18% вас должно... Остапа понесло, да? Вас должно понести говорить. Вы хотите говорить везде. Вы не представляете, когда вас просят сбросить скрины переписок, вы удивлённо... Вы не можете сбросить скрины переписок, потому что вы уже целиком, полностью, только перешли на речь, вы перешли на голос. Вы экономите своё время, и вы постоянно идёте и надиктовываете новые сообщения своим партнёрам. Вы устали тыкать кнопочки. Потому что ваше время ценное. У вас столько эмоций, у вас столько новых план, что вы хотите говорить, 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 говорить. Это и есть уровень, 18%. Ребят, этот уровень начинается с 18%. Вы говорите везде, вы говорите много. Вы понимаете, что когда вы говорите в чатах, включенность в чате, не 100%, да, где-то будет 10%, 15%. И когда вы говорите в чате, вы понимаете, что для кого-то это не дойдет. И поэтому вы идете и снимаете видео на YouTube, и выкладываете его на свой YouTube, и кидаете ссылочку каждому вашему партнеру в каждый чат и проверяете, посмотрели ли они ваши мысли или нет. Потому что ваше желание, ваши мысли донести до каждого партнера. И поэтому вы говорите, 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 говорите. Узнает кто-то себя на 18%, кто так делает. Ребят, есть у вас внутри такое распирающее чувство? Ох, вот у меня есть. Меня не остановить. Вот честно, мне просто не остановить. Я готова говорить всегда. Вот, это вот, я считаю, что уровень отличного лидера 18%. Когда он самый... А, еще очень важный момент. На 18% лидер практически не задает вопрос. Он задает вопросы только на какие-то новые сложные вещи. На 18% лидер ищет ответы. Это очень важно. Когда кто-то с циферкой 15, 18, 22% рядом с именем задает в чате глупый вопрос, он теряет свой авторитет, ребята. Он просто среди новых партнеров, ну, он опускает сам себя. Потому что от 18-22% людей ждут нахождения ответов на поставленные вопросы. Ну, никак не заданные вопросы. Следите, пожалуйста, за этим. Следите, пожалуйста. Ведь в компании платят за то, что вы на некоторые вещи находите ответы. Пожалуйста, переройте Яндекс, Гугл, я не знаю, вытащите минимум, встряхните минимум 4-5 источников информации, и только когда вы не найдете ответ на вопрос, вы можете его задать. В противном случае, ну, ваш уровень явно не 18%. Спонсорская, может, вас вытолкнула. Ну, ваш уровень, значит, ну, где-то там, где-то там потерялся. Ребята, это очень важно. Находите, учитесь находить ответы на вопросы. Если уровень 3% это вопросы, то уровень 18% это умение находить ответы на вопросы. И в заключении, да, я бы хотела про 22% поговорить. Естественно, каждый уровень, когда я говорила и говорила какую-то новую фишку, это подразумевало, что все старое нужно выполнять. Все старое нужно выполнять. Так вот, 22% он делает это все. Он рекрутирует, он прокачивает свой личный бренд, он находит вопросы, он находит ответы на вопросы. Но самое важное, если ты действительно хочешь расти, то ты вот на этом уровне, ты собираешь вокруг себя команду лидера. Задумайтесь. Вы собираете вокруг себя команду лидеров. Ваша задача не бегать и махать флагом всю жизнь, да. Ваша задача найти людей, чтобы людей притянуло к вам, притянуло к вам умных, грамотных людей, готовых развиваться, которые готовы быть рядом с тобой, быть генератором людей, воплотителем людей, да. То есть вот это уровень, да, Ирина, хорошо, это уровень 22%. Это реально уровень 22%, когда вы вокруг себя собираете команду победителей. Учитесь, учитесь. Этому нужно обучаться. Растите, ребят, я только вам желаю расти, потому что вот про уровни я сказала вскользь, да, но на самом деле, если вдумчиво почитать о каждом уровне, то реально каждый уровень нужно пережить. Пережить эмоциями, сделать, да, набить шишек и вырасти вот здесь. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok